МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире подробности. Узнаете от нас главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кефирные ванны и огненный прием. Как прошли митинги в Украине? Что мешает нашим спасателям? Какие преграды встали на пути эвакуации украинцев из Непала? Америка нам поможет. Конгресс США готов оказать содействие вооружении Украины. Что скажет Обама? Холодный душ. Сколько будем платить за воду? 19 задержанных активистов, красная символика в огне, коммунисты в кефире и Симоненко, бежавшие с праздника. Все это 1 мая в Киеве. Подробнее о митинговых страстях расскажут наши корреспонденты. Милиция на лошадях, милиция с собаками. Одни в форме уже жарятся на солнце, другие только экипируются. По команде Музей Отечественной войны оцепляют. Отряды милиции к месту митинга коммунистов все идут и идут. И если вот так посмотреть, то в принципе милиционеров здесь в несколько раз больше, чем самих митингующих. По традиции они вспоминают Советский Союз и дарят друг другу цветы. Но все это вне закона. Городская власть акцию запретила, а Минкульт заявил, музей не для митингов. Сюда же подтягиваются еще одни митингующие. Правда, с коммунистами у молодежи подозрительно мирное противостояние. То ли дело за территорией музея. Там в руках у парней тоже кепка, но красная. Это надо сжигать, потому что коммунизма в нашем государстве быть не должно. К митингу коммунистов ребятам не прорваться. Словесная перепалка с милицией и тут все побежали. Кто не успел, одного за другим пакуют в автозак. Давай, давай, это ноги. За что отпустите руки? Что вы делаете? Ребята, не за что остановили. Сказали, что я какой-то собиратист или что-то такое. Сказали, что я тут дереблю провокацию. Всего задержали 19 молодых людей. Официально, чтобы избежать провокаций. Коммунисты все это время спокойно митингуют. Представляют гостей из Греции, Португалии, Бразилии. Российских красных нет. Зато есть российское телевидение. Как только Симоненко дает интервью, полетело. Что это было? Кефир, наверное? Несмотря ни на что. Испачканный кефиром, Симоненко спешно уходит. Почему нет российских коммунистов? Под каждые, кто хотел, те приехали. В сопровождении как минимум семи охранников через лесопосадку вождь пролетариата покидает парк Славы. Покидает отнюдь не на пролетарской иномарке. Ярослав Кречко, Максим Кошелев, Александр Данилов и Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Все это было в столице. А вот по стране Первомай прошел более-менее спокойно. Впрочем, без мелких потасовок тоже не обошлось. Кто с кем, за что сцепился, в обзоре моих коллег из регионов. В Харькове, несмотря на запрет суда отпраздновать Первомай, вышло несколько десятков пенсионеров с плакатом «Мир, труд май». Но мир нам было недолго. Вскоре подтянулись ребята в камуфляже. Сначала словесная перепалка, потом они выхватили у пенсионеров плакат, разорвали и выбросили в урну. Гороса, слава, слава! Праздник никто не отменял. Милиции пришлось разделить митингующих плотным кордоном. Под окнами и автобус, в который пытались усадить самых ярых оппонентов. Это моя жизнь, понимаете? Так как в итоге есть жизнь служить капиталистам, так моя жизнь служить рабочему классу. Я помню, что Петру ему это лозунг «Мир, труд май», как что-то все по правам Украины. Но в итоге автобус уехал пустым. Люди еще немного поспорили и разошлись. В Днепропетровске на Первомайский митинг вышли полторы сотни человек. В основном пенсионеры. Собрались без георгиевских лент и советской символики. Правда, в руках у некоторых были портреты Ленина и Сталина. Закон этот, во-первых, не подписан президентом Украины. Его подписание, оно может привести к тому, что, ну, могут возникнуть масса коллизий. Обошлось без провокаций и столкновений. В городе дежурили усиленные патрули милиции. А вот в Николаеве потасовки были между местными коммунистами, которые, вопреки решению суда, вышли на митинг, и активистами Майдана. Коммунисты так и не смогли пройтись маршем, постояли и разошлись. А вот майдановцы в честь Дня Трудящихся устроили шествие. Мы пришли так, как мы, трудящиеся, ну, работаем все и рассчитываем этим святом, что мы имеем право на него выйти. В Одессе сегодня состоялось две акции сторонников коммунистической идеологии возле оперного театра и площади Куликово поле. После переговоров с милицией митингующие согласились, что устраивать первомайское шествие на этот раз небезопасно. И сегодня же на Куликовом поле был проведен инструктаж всех подразделений милиции, которые будут охранять порядок завтра в годовщину трагических событий в Доме профсоюзов. В общей сложности это четыре тысячи человек. В Крыму первый май прошел в лучших традициях СССР. Трибуна, духовой оркестр, колонны, транспаранты, флаги и шарики. С 7 до 14 центра Симферополя перекрыт и оцеплен полицией. К шествию подход через железные ограждения. А тех, кто изъявил желание проследовать в колонне, предварительно пропускали через рамки металлоискателей. В борьбе за дело рабочего класса, будь не готовы! Ура! По данным местных властей, первомайская демонстрация в Симферополе собрала более 30 тысяч человек. Кирилл Вищежин, Лидия Калинина, Наталья Греченко, Андрей Анастасов, Юлия Крючкова. Подробности телеканал Интер. Свою акцию на 1 мая в Москве организовали русские националисты. О том, как она прошла и почему правых в России расколола Украина, расскажет наш САПКОР в Москве Данил Русаков. Представители власти и те, кто называет себя оппозицией, все как на подбор в одной униформе. Ленты узнаваемых цветов даже у ОМОНовцев. Разношерстная, но не разноидейная толпа начала собираться заранее. Возле автозаков демонстранты формировали колонны. Несколько кварталов проезжей части перекрыто, повсюду усиленные патрули полиции. По замыслу организаторов, акция, видимо, должна была быть масштабной. Однако на нее пришло лишь несколько десятков человек. С хоругвиями, иконами и знаменами партии, подчеркивающими величие державы, все дружно двинулись вперед. Организатор мероприятия строго по бумажке зачитывает заранее согласованные с кем-то лозунги. Власть народу, ворам тюрьма! Власть на суд народа! Власть на суд народа! Электорат, который не может молчать, на слова не скупился. Сюда эти люди пришли, дабы отстоять великую идею, великими методами. Я за монархию, чтобы в нашей стране, в России была монархия. Вот мы и на митинги ходим, потом дальше в интернет-сетях ведем. И все, да? Нет, вы знаете, очень много делаем для этого. У этого митинга вообще получилось страдающее женское лицо. Хлопотать за ныне посаженного, а ранее обвиняемого в покушении на Чубайса полковника Квачкова пришла его жена. Сидит в строгих условиях содержания, изолировали его от всех зеков даже. Шествие собрало только радикально настроенных имперцев и сторонников боевиков Донбасса. Националистическое движение за последний год из-за войны вообще раскололось. Те, кто действия Кремля осуждает, на акцию не попали. И хотели не допускать сюда силой за идеологические разногласия. Лидер движения русский Дмитрий Демушкин по странному стечению обстоятельств после интервью одному из провластных телеканалов сейчас под административным арестом. Считают, что Украина должна сдать Донбасс и Луганск и смириться с Донецкой и Луганской республикой. Мы не хотим, чтобы Россия превращалась в некого монстра, который вот это моё, вот это моё, а вот все остальные заткнитесь и смотрите, как мы там развиваемся. По словам сторонников Демушкина, радикалы отобрали у них право на демонстрацию. Власти согласовали маршрут только имперцам. Хотя не поддерживающие боевиков националисты заявку подавали даже раньше. Но те, кто повсюду ищет фашистов, получили полный карт-бланш. А на самом деле евреи-фашисты. У них два государства, а у русских отняли. Толпа с хоругвиями и занимательными лозунгами почти без инцидентов преодолела весь запланированный маршрут следования. Данила Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. А на родине Путина в Санкт-Петербурге на 1 мая звучали гимны Украины и Евросоюза. Российская оппозиция, известные общественные деятели и правозащитники провели свой марш, на который собралось более полутора тысяч человек. В колонии было много флагов Украины, Грузии, Прибалтики и плакатов с призывами остановить вторжение на Донбасс и освободить политзаключенных. Несмотря на попытки провокации, шествие прошло мирно. В автозаке, который дежурили на конюшенной площади, никто не попал. Тему 1 мая не только. Обсудим с гостем подробности. К нам присоединяется народный депутат Украины, полномочный представитель профсоюза в парламенте Сергей Каплин. Сергей, здравствуйте. Спасибо, что вы делили нам время. Сразу спрошу о вашем отношении к празднику 1 мая. Согласитесь, что этот день все-таки, как минимум, в постсоветских странах пропитан той идеологией, которую, кстати, недавно Верховная Рада запретила. Ну, первое, я хотел бы приветствовать десятки миллионов украинских граждан, которые отдают каждый день себя стране, именно через работу. Важно работают, давайте, отверто скажем, отримают, сгодом, мизерную, абсолютно неадекватную пенсию. Протягом своей работы отримают абсолютно заниженную, неадекватную зарплатню. И, честно говоря, все последние 23 года государство гвалтувала этих людей праці, выбирая у них фабрики, заводы, распределяющие это все между олігархами. Это первое. Другое. Тим, кто сьогодні пытается використать свято, которое для миллионов украинцев является родным и близким, и пытается в таком способе разделить украинскую нацию, я бы хотел сказать наступное. Вы должны знать, что это свято святится в 140 странах мира. Другое. В 80 странах мира сегодняшний день – вихедный. И третье. Не надо забывать, что это свято народилось в США. Как раз после борьбы простых американцев за свои трудовые права. Ну и остальное. Я думаю, что два месяца моей работы повноважным представником Проспілоку в парламенте уже дали надзвичайные результаты. Створена темчасовая, точнее, створена рабочая, пока что рабочая комиссия. А я сподіваюсь, мы створим темчасовую слідчую комиссию, чтобы расследовать неймоверно катастрофичные, просто апокалиптичные тарифы для простых граждан. Я уверен, что мы сможем снизить их. И уже добились, чтобы уряд змусил уряд уменьшить нормы споживания газа. Далее я займусь водой, далее я займусь теплом. Давайте подождите о воде, о тарифах, да, о газе вы только что упомянули. Но давайте вспомним о сегодняшнем первомайском, если можно назвать, подарке для трудящихся. Я говорю о том, что с сегодняшнего дня в Украине повышаются тарифы на холодное, горячее водоснабжение, а также на отопление. Например, за горячую воду в квартирах с полотенцесушителями плата теперь составит 40 гривен 92 копейки за кубометр. Без него чуть больше 38 гривен. Тариф на тепло в квартирах вырос на 71,5%. Те, у кого нет счетчика, вместо 9,5 гривен за квадратный метр будут платить больше 16. А вот жителям квартир со счетчиком 1 гигакалория тепла обойдется теперь в 642 гривни. Повышается плата и на холодную воду в каждом из регионов. Будет свой тариф. Самая дорогая вода в Кировоградской, Киевской, Закарпатской областях от 10 гривен за куб. Наиболее дешевая в Винницкой и Донецкой областях это 4-6 гривен за кубометр воды. Вот с этими тарифами, Сергей, вы что планируете делать? Вы с ними тоже будете бороться или нет? Переходя к теме тарифов, я хочу сказать, что 1 травня есть, было и будет всегда днем простых людей. Тих простых людей, которые вчера работали, сегодняшних пенсионеров. Тих простых людей, которые сейчас учатся, завтра будут работаться, молодцы. И тех простых людей, которые сейчас работают еще и не стали жертвами безработицы. Я хочу сказать, что я членом рабочей группы, которая изучает правильность начисления тарифов. Так вы людей сейчас успокойте или расстройте? Эти тарифы, которые только что озвучивали, они окончательные или еще можно их сместить? Эти тарифы, которые призначены, будут предметом выучения рабочей группы. И я хотел бы пообещать украинцам, что я покладу свое життя. Но сделаю абсолютно все, чтобы мы добились прозорости нарахования тарифов. А это означает снижение тарифов. А это означает притягивание до ответственности. Все, понятно. Обещание получено. Извините, время. Давайте о другом монстре, с которым вы пытаетесь бороться. О коррупции, в частности, и в правительстве. Уже два заседания, если я не ошибаюсь, провела рабочая группа по расследованию вот этих громких заявлений экс-главы госфин инспекции Николая Гордиенко. Зрителям напомню, речь идет о 7,5 миллиардах гривен, которые каким-то образом испарились в нашем правительстве за 2014 год. Расскажите, почему эта работа комиссии проводится за закрытыми дверями? Туда не пускают прессу. И, возможно, уже у вас есть какие-то промежуточные предварительные результаты. Подтверждается эта история или нет? Я знаю позицию главы этой комиссии, Свободиевского Суховского. Все должно быть прозорным. В конце концов, вчера судили Фирташа. Весь мир смотрел на то, как судили. Точнее, проводился судовый расслед в Ведне щодо олигарха Фирташа. А почему, я не понимаю, не можно так же открыто судить уряд олигарха Яценюка? Почему этого не можно сделать так же, чтобы простые, обычные граждане, студенты, пенсионеры, в конце концов работники, селяне, смотрели и знали про то, что реально происходило в городе против этого года. Это неправильно. Почему так произошло? Потому что комиссия эта создана для того, чтобы поговорить эту тему. Но мы вместе с коллегами сделаем все и делаем все для того, чтобы всю эту информацию, которую мы получаем, получали простые, обычные граждане. Сергей, если очень коротко, факты подтверждаются или нет? Я передаю вам и цитую позицию большинства в комиссии. Доведено комиссией, рабочей группой, разкрадание в сумме уже 3 млрд грн. Это лишь 2-3 заседания комиссии. Результаты очень быстро. Когда результаты будут? Месяц, полтора, два. Хочут сгорнуть работу до 7 числа, но мы делаем все для того, чтобы продолжить работу комиссии. И последнее. Я хочу сейчас, очень быстро, я хочу сейчас подякувать Держкомрезерву Украины, депутатам, которые меня поддерживали. Нам таки вдалося, и хочу подякувать телеканалу Интер, что вы тогда дали эфир, и я вернулся до министра обороны. Мы таки выгрызли зубами с Держкомрезерву для Министерства обороны при поддержке Держкомрезерву. Уже почти миллион банок тушенки и сэкономили Державе до 100 млн грн. Это наша спільность с вами, с медийниками, с журналистами достигнений. Спасибо вам огромное за этот разговор, Сергей Каплин, народный депутат Украины. Наши солдаты не будут голодны. Был гостем подробностей, а мы продолжим эфир. Зона АТО. Террористы продолжают активно применять запрещенное вооружение. Об этом заявили в штабе АТО. Под интенсивным обстрелом пригород Горловки и район Светлодарска. Режим тишины в этом направлении нарушается очень часто. О майских праздниках в районе боевых действий в сюжете Ирины Баглай. Тюльпаны в опытном этой весной расцвели как никогда ярко, говорят местные. А на глазах слезы. Вокруг разбитые дома. Только вчера, рассказывает Галина Ивановна, над ее головой пролетело 6 снарядов. Ее усадьбу разбомбило давно. Потеряла мужа, у него не выдержало сердце. Бояться обстрелов тут уже перестали. Страшно, говорит, если со стороны противника придут наемники. Просто безысходность вот сейчас. Я не вижу ни с той стороны ничего. Вообще ничего не вижу. Донецк это был мой любимый красивый город. Мой Донецк был. Я его любила как... Буду плакать сейчас. Ладно, не буду. Красивейший был аэропорт. Что теперь? Кто это что будет делать? Мирные жители здесь бок о бок с военными. Помогают друг другу чем могут. Армейцы едой, топливом для генераторов. Сегодня привезли хлеб, крупы, воду. На площади сразу собрались люди. Поддерживают, как говорится, горчами. Морально поддерживают. Ну а что, ребята обыкновенные, как и все мы. С Житомира, с Винницы, с Чернигова, с Полтавы. Военные сегодняшнюю ночь назвали тихой. Говорят, наверное, на той стороне праздник. Вот и бомбили не сильно. Даже время появилось на другом. Шахматном поле сразиться. А обычно по улице не пройдешь без каски и бронежилета. От крупнокалиберных пулеметов до 120-х минометов. И по мирным бьют, и по нашим бьют, и по всем бьют. И ни одного мирного 300-го вывезли. Последнюю неделю военные здесь в постоянном напряжении. В том, что противник будет атаковать, не сомневаются. Уже начали стрелять и в присутствии миссии ОБСЕ. Тут больше хваляет то, что ОБСЕ. Он не бьет, но хатка одна разбита. Эта хатка разбита, все разбито. Ирина Баглай, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. И самую последнюю информацию давайте узнаем у Ирины Баглай. Ира, здравствуй, ты в эфире. Скажи, какую картину ты наблюдаешь сейчас? Здравствуй, Леш. Сейчас можно отметить некоторое снижение активности на линии фронта. Количество обстрелов по всем секторам снизилось. Ночью в районе Горловки противник атаковал блокпост силотой стрелкового оружия. Также обстрелы продолжались в районе Донецкого аэропорта. Но сегодня их значительно меньше. И над позициями сил АТО было замечено 6 беспилотников-боевиков. А вот после майских праздников на оккупированной части Луганской области планируют выдавать паспорта самозванной ЛНР. Подросткам, достигшим 16 лет, бесплатно. Всем остальным такой документ обойдется почти в 300 гривен. Будет ли это происходить добровольно или принудительно, пока неизвестно. Леш, пока что это вся информация. Спасибо тебе огромное за нее. Ирочка, до встречи в эфире. Это была Ирина Баглай. Моя коллега продолжает свою работу в зоне АТО. В Вашингтоне вновь обсуждают перспективы военной помощи Украине. Кто за, кто против? Выяснял наш американский САПКОР Дмитрий Еловский. Горячая тема минувшей зимы, о которой не вспоминали последние несколько недель. Это о поставках американского оружия в Украине. Но к вопросу помощи наконец-таки решили вернуться. На сей раз на Капитолии. Там накануне проголосовал комитет по делам вооруженных сил, палаты представителей. Вопрос, выделить ли Украине 200 миллионов долларов на вооружение, особых разногласий не вызвал. В зал высказались 60 членов, комитета против всего лишь двое. Теперь слово за самой Нижней палатой. Она обещала вернуться к этому вопросу уже в мае. Важную роль тут сыграл и генерал Филипп Бридлов. Мы не можем точно знать, какой следующий шаг предпримет Россия. Но что мы можем сделать, так это учиться на их действиях. Мы также знаем, что Путин отвечает только на силу и ждет, когда соперника слабнет. Но похоже, Обама в этом еще не уверен. Он ведь еще в прошлом году получил разрешение на то, чтобы поставлять украинцам летальное оружие. Но совсем недавно пресс-секретарь Белого дома Эрик Шульц отметил, президент Америки пока не принял решение о поставках оружия в Украину. Из-за политического противостояния между Обамой и конгрессменами с сенаторами вопрос этот постоянно откладывается. Но возможно в мае ситуация кардинально изменится. И Обама наконец прислушивается к военным и политикам, сторонникам Украины, которых здесь становится все больше и больше. Дмитрий Ивовский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Зарубежная военная помощь была бы эффективнее, если бы украинское правительство активнее проводило реформы. В НАТО недовольны темпами преобразования украинских Минобороны, МИД и МВД. Об этом заявил спецпредставитель Альянса Джеймс Апатурай в интервью радио «Свобода». Украинские структуры реформируются очень медленно. Я бы не сказал, что нет желания проводить реформы, но их скорость оставляет желать лучшего. Мы призываем Минобороны, МИД, МВД Украины провести болезненные, но такие необходимые изменения. Миссия пока невыполнима. Украинские спасатели до сих пор, это почти через неделю, после приказа президента о немедленной эвакуации украинцев из Непала, так и не добрались до разрушенного землетрясением Катманду. Где застряли? Как долго еще нашим туристам ждать помощи? И что вообще происходит в стране, пережившей трагедию, выяснял Вениамин Трубачев. Камень за камнем спасатели разбирают завалы. Есть еще надежда найти выживших людей. И вот сегодня обнаружили женщину. Она пять дней находилась в бетонной ловушке. Врачи говорят, это чудо, что она не погибла. Женщина была заблокирована в руинах. Там была небольшая щель, и это позволяло дышать. Конечно, выжить в таких условиях, без еды и воды, это невероятно. Информации о погибших и раненых украинцах нет. Но известно, что 46 граждан нашей страны до сих пор не вышли на связь. Более ста ждут эвакуации в столице Катманду. С одним из туристов нам удалось связаться по телефону. Вчера ночью приняли решение о том, что нас вывозить по частям. Как получится рассаживать, распихивать на коммерческие рейсы и забирать их в Дели. Но не так просто купить эти билеты, как оказалось. Сейчас они пытаются решить через английское посольство. Несколько украинцев, так и не дождавшись помощи, купили билеты и уехали из Непала самостоятельно. Остальные уже шестой день на чемоданах и все еще надеются, что их эвакуируют. Пока всех желающих разместил в своем доме почетный консул. В Непале находится почесный консул Украины, который отдал территорию своей резиденции. Также территорию почесного консульства для размещения наших співвятчизников. Там разбито наметы, люди ночуют в наметах, которые размещены под небом. Также он обеспечил ежу, ежу и все необходимое, что только людям нужно. А наш самолет, который четыре дня готовили к вылету и который почти сутки не мог вылететь, сейчас в Дели. Он здесь приземлился и сломался. Уже известно, что ремонт затянется на несколько дней. Детали должны доставить из Киева. А сам главный спасатель Зарян Шкиряк решил не ждать. Купил билет на рейсовый самолет и вместе с журналистами вылетел в Катманду. А вся спасательная команда и груз гуманитарной помощи остались в Дели. Вениамин Трубачев и Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Мы продолжаем и вот о чем расскажем вам во второй части подробностей. Смерть в тылу. Автобус с бойцами Нацгвардии попал в аварию. Навар на войне. В Ужгороде задержан подозрительный продавец военной амуниции. Вспомнить советы. Северная Корея напомнила, как трудящиеся должны Первомай встречать. В Полтавской области автобус с демобилизованными попал в ДТП. Лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген». Двое погибших. Водитель «Фольксвагена» и военнослужащий. Еще пятеро в обоих товарищей сейчас в больнице. Авария произошла около полуночи возле райцентра Решетиловка. По предварительным данным ГАИ, виновник ДТП – водитель «Фольксвагена». Он выехал на встречную полосу. Автобус, который перевозил военнослужащих, принадлежит Киевскому областному комиссариату. С чем воевал, то и продает. Кто попался на продажу оружия и как его смогли вычислить, знает наш ужгородский корреспондент Марина Коваль. Два бронежилета, кевларовый шлем и пять прицелов. Всего за 10 тысяч гривен. Такое выгодное предложение нашли в одном из интернет-магазинов ужгородские волонтеры. Это в пять раз дешевле рыночной цены. С продавцом сразу же связались по телефону. Волонтеры заподозрили, что солдат попросту украл все это, чтобы продать и подзаработать. Поэтому обратились в милицию. Задержали бойца с поличным, когда тот продавал амуницию. Если бы это отдали войскам на разведку, будь кому, кто был на передовой, то оно бы большим спасло жизнь. Продавцом оказался 28-летний мобилизованный из ужгородского района. И хотя в милиции нас уверили, что он задержан, бойца мы застали дома. По понятным причинам свое лицо показывать не хочет. Говорит, мобилизовали в августе прошлого года. С ноября служил в зоне АТО. Домой вернулся неделю назад на лечение после контузии. Уверяет, все, что продавал, его собственность. Купил не за властный кост. У моего друга мама передала прицелы. Что я могу кому-то передаривать? Мама же, у меня мама дома лежит по звоночникам, грошей не мать. Далил зарплату 2630. Можу показать смс. Двои детей. Куда мне деваться? Что мне делать? Так ли все на самом деле? Сейчас проверяет милиция. Было внесено в видимость в ЕРДР. Порушено криминальное проведение. Шахрайство, заволодение, выкрадение військового майна. С метою наживы. Если вину солдата докажут в суде, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Ну а волонтеры, которые навели милицию на след подозрительного продавца, надеются, изъятая амуниция теперь достанется бойцам из местной бригады. Бесплатно. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Вернемся к событиям на передовой. Что сейчас происходит на Мариупольском направлении? Об этом расскажет наш корреспондент Руслан Смещук. Он на фронте. Руслан, здравствуй. Какие у тебя самые последние новости? Алексей, ну вот после вчерашних массированных обстрелов, когда вот гремело практически по всей линии разграничения Мариупольского сектора, сегодня стреляли только в поселке Широкино. В результате вчерашних обстрелов как минимум три бойца нацгвардии и полка АЗОВ получили ранения. Сегодня же боевики пять раз обстреливали украинские позиции в Широкино. Слава богу, обошлось без раненых. Вот на остальных направлениях сектора пока относительно спокойно. Может быть причиной тому первомайские праздники. К слову, на передовых позициях первомай не отвечают, потому что просто некогда. Ну и хочется надеяться, что оружие и дальше будет молчать в тех населенных пунктах, где прекратили стрелять. Алексей. Руслан, спасибо за работу, но я хотел бы зрителям объяснить, что это у нас была информация последних буквально часов нескольких, а накануне мой коллега побывал в самых горячих точках Мариупольского направления. Так ведь, Руслан, и вот сейчас мы можем показать зрителям твой материал о том, что там действительно происходит. Прошу. Поселки Широкино и Бердянское. Самая горячая точка Мариупольского сектора. После очередных обстрелов боевиков, увы, есть раненые. Было 4 или 5 раз начали они работать, где-то ориентировочно по 2 часа. То есть плотно. Ну есть раненые, с нашей стороны есть. Ну, слава богу, двухсотых нет. Наши солдаты говорят, устали быть мишенями, но есть приказ, а значит, бьют в ответ в крайних случаях. По нам работают ребята, присылают нам подарки, чуть ли не каждый день. Ну, мы в свое время как бы поддерживаем договоренности о том, что мы не открываем огонь. Ну, как бы стараемся. На случай возможного прорыва боевиков, армейцы готовятся к ожесточенной обороне. Говорят, даже для авиации противника, если там вдруг появится, угощение приготовили. ПЗРК Ивана занимается. По самолетах, в артилетах. По прочим. Можно, например, безвилотник ударить, если он моторный. Хорошо. Если излучает так. А есть опасения, что может пойти авиация, да? Конечно. Просто так бы тут бы это оружие не было, и людей бы научили, я так думаю. Правильно? А насколько оно эффективно? Ну, по крайней мере, лучше за американской семьей. Также сюда перебрасывают и новобранцев из четвертой волны мобилизации. Мы попали в семью, мы не попали в подразделение. У нас одна семья, мы живем одной семьей. Есть тут солдаты с необычными историями. Город Северонеж, Луганской области. Да, пришел в военкомат, добровольно пошел служить. Он прячет под балаклавой лицо, так бережет семью от возможной мести. В прошлом предприниматель, а теперь солдат. Его решение рассорилось с частью своих друзей и знакомых. Год зрело, да. Просто было ощущение, что в августе не закончится все, не надо будет браться за оружие. Стало понятно, что быстро это не закончится, и каждый должен, наверное, какую-то лепту внести в это. А вот это уже Чермалык. Все чаще этот поселок фигурирует в списке горячих точек сектора. Во время последнего обстрела снаряды боевиков легли мимо. Во время предпоследнего погибли и были ранены мирные жители. Из-за боевых действий в районе Чермалыка без электричества осталось несколько поселков в зоне разграничения. После последнего обстрела Чермалыка, в котором пострадали местные жители, женщина была ранена, мужчина убит. Болевые явлены огневые точки, откуда велся огонь. И, соответственно, был открыт огонь в ответный на поражение. В результате этого обстрела была пограждена линия высоковольтных передач, по всей видимости. И в поселке, где сейчас обитают террористы, остался без света. Если у террористов, может быть, там и есть бензин, дизель, для того, чтобы на генераторах, то у населения, находящегося здесь, порой еда не всегда есть. Пока из-за боевых действий отремонтировать ЛЭП невозможно. Мирным жителям придется обходиться без электричества. Обстрелы тут почти каждый день. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Земельный суд Вены отказал Соединенным Штатам Америки в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Недостаточно доказательств, пояснил судья. Такое решение было принято поздно вечером 30 апреля после 13-часового заседания и опроса свидетелей. Все подробности в нашем сюжете. Вопрос, возможно, экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США тянется в судебных инстанциях уже более года. Итоговое судебное заседание длилось небольшими перерывами 13 часов. И вот около полуночи по Киеву судья оглашает решение в просьбе американских властей в экстрадиции отказать. Я искренне верил в то, что австрийское правосудие будет нормально с первой минуты. При том всем, что были разные ситуации, были сложные. И судья себя его увидели достаточно сложно на протяжении этого года. Много требований было ко мне. И параллельно даже сейчас этот суд. Но тем не менее было видно, что он очень хорошо разобрал ситуацию. В требовании выдать Дмитрия Фирташа американской юстиции суд увидел политическую подоплеку. Американская сторона обвинила украинского бизнесмена в том, что якобы с помощью взятки 9 лет назад он пытался получить доступ к титановому месторождению в Индии. Адвокаты бизнесмена утверждают, что титановый скандал – это ширма для сокрытия геополитических целей. Защитники заявили о манипуляциях показаниями свидетелей, о судстве документов и доказательств вины Дмитрия Фирташа со стороны Министерства юстиции США. По мнению судей, не было предоставлено никаких данных для того, чтобы дело могло бы быть всерьез рассмотрено в австрийском суде. О том, что нет оригиналов протоколов допросов, свидетелей индийского скандала заявил сам судья. Зал полон журналистов и украинских политиков. Многие обсуждают версию о геополитическом заказе против украинского бизнесмена. То, что мы видим, это не просто политический заказ, это вообще какая-то, знаете, пошагово-политическая расправа. Защита заявляет о политических основаниях обвинений против ее подзащитного. Он видный бизнесмен и общественный деятель в Украине. Дело против него использовалось для усиления проамериканских политиков в Киеве. Адвокаты украинского бизнесмена отмечают, что официальный Вашингтон — это, конечно, огромная мировая сила. Но в австрийском суде это не играет никакой роли. Здесь судят непредвзято. Господин Фирташ может покинуть страну, но он должен быть готов в случае необходимости приехать в Вену на заседание. В ходе заседания в зале вызывают свидетелей. Мэр Киева Виталий Кличко опрошен в режиме конференции. Остальные свидетели, чтобы дать показания, прибыли в Австрию. Среди них и Леонид Кравчук. Я дал политичную характеристику ситуации, какая была. И деючих осип в этой ситуации. Австрийско-американский договор об экстрадиции запрещает выдачу подозреваемых по политическим мотивам. Это стало одной из причин отказа в экстрадиции. Об этом судья говорит в своем заключительном слове. Дмитрий Фирташ решением удовлетворен. Мне очевидно было понятно, что это политическое дело с самого начала. У американской стороны есть право апелляции. Однако участники венского процесса считают шансы на окончательную победу Дмитрия Фирташа очень высокими. Сегодняшнее решение и то, что сказал судья, закрывая заседание, дает большие основания для оптимизма. И более того, я бы сказал, уверенности в том, что в том случае, если апелляция будет подана, она будет выиграна Фирташа. Тем временем украинский бизнесмен получил право свободно перемещаться за пределами Австрии. Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Последние теледебаты перед парламентскими выборами Великобритании. Кто больше других впечатлил избирателей и почему эту схватку назвали самой интересной за всю предвыборную кампанию. Из Лондона Светлана Чернецкая. Это были необычные теледебаты. В прямой эфир пригласили троих лидеров главных политических партий. Консерватора Кэмерона, либориста Миллибенда и либерального демократа Клега. На троих одна студия и та же публика, но выступали они по очереди. Главную роль в этих дебатах сыграли именно зрители в зале. У них была одна задача – не сдерживать себя, задавать жесткие вопросы и требовать честных ответов. И присутствующим это удалось. Аналитики едины во мнении. Такого накала страстей не было ни на одних дебатах. И таких выпадов в сторону лидеров не позволял себе ни один журналист и ни один политик. Нельзя продолжать вливать деньги в наше здравоохранение. Мы и так уже отдаем туда 6% нашего ВВП. Я знаю, что это опасно перед выборами не соглашаться с людьми, но я все же не согласен с вами. Я думаю... Ну, вы ошибаетесь. Я должен быть на вашем месте. Как вы можете стоять там и говорить, что предыдущее правительство лейбористов не привело к банкротству эту страну? Это абсолютно нелепо, и вы просто лжете в глаза. Мне кажется, что я не смогу вас переубедить. Из главных новостей этих дебатов – обещание лейбориста Эда Миллибенда отказаться от заветного поста премьер-министра, если его партия не наберет абсолютного большинства, ему придется создавать коалицию с шотландскими националистами. Мол, он пожертвует мечтой, но не пойдет на сделку с политиками, желающими расколоть страну и сделать Шотландию независимой. А по результатам опросов зрителей, абсолютный победитель этих дебатов – премьер действующий – Дэвид Кэмерон. Он выглядел убедительнее других. И эта маленькая победа особенно важна сейчас, когда менее чем за неделю до выборов в стране нет партии-фаворита. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – британское бюро телеканала «Интер». Голой грудью на политика. Активистки Фемен во Франции преградили дорогу Марин Лепен. Лидер партии «Национальный фронт» собиралась возложить цветы к памятнику Жанне Дарк. Партийцы нацфронта делают это каждый год, именно 1 мая. Как тут выскочили обнаженные девушки. Потасовка была короткой, активисток оттеснила охрана, но это не помешало участницам движения Фемен продолжить свою акцию уже на балконе здания в центре Парижа. Массовые акции протеста и столкновения с полицией в Милане. Там сегодня открывали всемирную универсальную выставку «Экспо-2015». Активисты движения «Ноу-Экспо» забросали камнями и дымовыми шашками полицейских. Сожгли несколько автомобилей и подпалили магазин. Ареной уличных баталий стал район, где расположен главный собор города – Дуома. В шествии против проведения выставки участвовали 2000 человек. Первомайскую демонстрацию разогнали в Стамбуле. Вопреки запрету властей, около 2000 человек направились из района Бешикташ к площади Токсим. Полиция встретила митингующих с лизоточивым газом. В ответ участники акции забросали правоохранителей бутылками с зажигательной смесью. Полиция перекрыла все дороги, ведущие в центр. К площади Токсим стянули бронетехнику и водометы. На улице Стамбула вывели 20 тысяч силовиков. По информации полиции, в городе готовили теракт с участием смертника. Как правильно отмечать Первомай? Есть ликбез от Северной Кореи. Как напугать голливудскую звезду в прямом эфире? Это уже досталось Скарлетт Йоханссон. И серфинг для моржей Норвегии. Обо всем этом и не только смотрите в нашем обзоре. Мир Трудмай. В Северной Корее праздник труда отметили в лучших советских традициях. Партийные лидеры собрались на главном стадионе страны в Пхеньяне, чтобы проверить физическую подготовку виновников торжества трудящихся. Люди разных профессий играли в футбол, волейбол и баскетбол. Перетягивали канаты, участвовали в шуточных конкурсах. В общем, развлекали политиков как могли. Провели свой выходной с пользой для здоровья. В ожидании второго королевского ребенка фанаты британских монархов устроили акцию дверей роддома. Туда доставили двух гигантских плюшевых мишек. Подарки на случай, если родится мальчик и если родится девочка. А еще букмекеры в форме королевских гвардейцев принимали ставки на имя будущего малыша. Элис и Джеймс. Самые популярные варианты. Герцогиня Кембриджская Кейт должна была родить еще в апреле. Поэтому внимание к ней особое. В больницу из Букингемского дворца ее могут доставить в любую минуту. Напугать звезду в прямом эфире на американском ток-шоу. Крис Эванс решил разыграть свою коллегу Скарлетт Йоханссон. Актер подкрался из-за кулис и застал красотку врасплох, когда она увлеченно рассказывала о новом фильме. Скарлетт испугалась очень искренне. Такие эмоции подделать в кино ей вряд ли удавалось. Американский межпланетный зонд Мессенджер врезался в Меркурий. Столкновение произошло на скорости 14 тысяч километров в час. В результате на поверхности планеты образовался кратер диаметром 16 метров. Космическую катастрофу спланировали в НАСА. Зонд отслужил свое, отработал в космосе 10 лет. Главное достижение за время службы Мессенджера — находка льда и ртути на Меркурий. Любители острых ощущений и очень холодной воды собрались на севере Норвегии. Здесь проходят соревнования по серфингу в арктических водах. Участников встретили волны высотой несколько метров и ледяная вода не выше 5 градусов тепла. Лафатенские острова считают идеальным местом для катания на доске. Высокие волны здесь круглый год. Несмотря на то, что архипелаг расположен за полярным кругом, из-за теплого течения Гольфстрим, температура воздуха здесь даже в самые холодные месяцы изредка бывает ниже нуля. 12 украинцев решили пробежаться по Европе в знак признательности ЕС за поддержку. Марафон за мир стартовал в Киеве еще в марте. И вот наши соотечественники добежали до Брюсселя. Пересекли 13 стран, в том числе Францию, Германию, Испанию. Завершиться этот информационный марафон должен в Ватикане. На пути участники забега встречаются с украинской диаспорой, общаются с местными жителями, которых просят записать пожелания в книгу мира, а заодно рассказывают им о событиях в Украине. Говорят о том, что у нас происходит далеко, знают далеко не все. Мужчина, роков сорока, он сделал записи в книгу мира. Я спрашиваю, а что вы знаете про Украину? Он такой стоит и говорит, я ничего не знаю. У нас война. У нас каждого дня гинает от 5 до 10 людей. Он говорит, это ужасно. Они держали в руках оружие, а теперь пишут картины. В музее истории Киева проходит выставка работ украинских военных. Что получается, когда автомат меняют на кисточку, знает Ольга Рыцарь. Эти ребята вернулись с войны и по первому зову готовы снова туда отправиться. Но сегодня 11 бойцов вооруженных сил Украины вместо автомата вооружились мастихинами и кисточкой. Они впервые писали маслом на холсте. Все ребята очень заняты, все бегом-бегом, все какие-то дела. Пришли, познакомились, мы даже не ожидали, что они согласятся и придут таки дальше. А потом как включилось, как пошло. Сегодня результаты этого эксперимента на выставке. Все пережитое на войне перенесли на холст. Денис один из тех, кто последним выходил из Дебальцевского котла. У нас очень талантливые офицеры. Полковник Швеции Николай Николаевич, подполковник Беляев Александр Викторович. Благодаря этим людям много ребят вернуло живыми. Там и был ранен. Теперь нарисовал наболевшие. Гордый зверь. Не поддающийся покорению. Вы себя рисовали? Наверное. В результате минометного обстрела в Луганске Дмитрий получил ранение. Свою картину под названием «Моё солнышко» рисовал травмированной рукой. Это неизвестные люди, но в любом случае я тоже отец, у меня есть ребенок. Тематика всех картин – любовь к жизни. У кого-то это семья, а у кого-то хобби, о котором так часто вспоминали в окопах. Сильно люблю природу, люблю рыбалку. И как бы это мне близко по духу. Щука-то какая. Мечта, да? Да, мечта. Здесь кисточку моё оружие, отдых. А там то, что по-другому, другая профессия. Надо, конечно, рисовать, не хочется воевать. Но самое важное в этом трехнедельном проекте – арт-терапия. Произошла трансформация энергии войны и насилия в творчестве. Это адаптация людей, которые вернулись с войны в мирном обществе, потому что для многих это серьезный стресс, серьезный удар. Военных, желающих взять в руки мастихин и кисточку, становится все больше. Выставка «Арт-комбат» скоро пополнится новыми картинами. Уже через месяц вся коллекция будет представлена на аукционе. Ольга Рыцарев, Евгений Каминский. Подробности – телеканал «Интер». Это были подробности этого дня. Спасибо, что смотрели. И до встречи в эфире.